Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша передача будет о переселении армян на Кавказ. Просто о сложном. Это принцип нашей передачи. В принципе, вопросы переселения многих интересуют. Историков, граждан, политиков. Хотя у некоторых народов, ученых, политиков происходит в последнее время зацикленность на вопросах переселения. Для нас сегодня будет интересно пообсуждать эту тему. Для встречи на нашей передаче, для того, чтобы просто о сложном поговорить об этой проблеме, мы сегодня пригласили на передачу, чтобы нам просто разъяснить этот сложный вопрос известного историка, и не только в Азербайджане, из плеяды новых докторов наук, уважаемую Хаджархану Вердиеву. Хаджархану, вопросы переселения интересуют во многих странах историков. Они этим занимаются. Мы знаем, что, например, германские племена неоднократно переселялись из Азии в Европу. Было несколько германских государств. Но где, когда произошло первое упоминание об армянах в истории? Почему вопрос того, где сформировался народ армян, так интересует, так болезненно вызывает реакцию у самих армян? Что такое, например, блуждающая Армения? Я в исторических справочниках, книгах встречал это понятие. В конце концов, что такое дейфратская Армения? Вот это все нас интересует. Прошу вас. Изучая этот вопрос, в прошлом кавказоведы дореволюционной России, как, например, Аддент, он упоминал, что предки армян были выходцы из Фракии, из Балка. И эти племена были привезены кимберийцами в Малую Азию. Об этом, кстати, писали и армяноведы советской историографии, как, например, Абигян. Он в своей монографии «История древнеармянской литературы», изданной в Москве в 1948 году, также подчеркивал, что предки армян были выходцами из Балка. Почему так часто мы встречаемся в книгах с понятием «блуждающая Армения»? Кто-то говорит чуть ли не о более 32, даже 33 государствах Армении. Что это такое? Вот, например, германские племена шли по Европе, но все-таки германских государств не было столько. Да, германский этнос участвовал в формировании Англии, Франции и даже Северной Италии. Ломбарды имеют явное отношение к германским племенам. А почему об армянах 33 государства? Что это такое? Хочется отметить, что нет в мире аналога никакому этносу, кроме армян, которые имеют 33 государства, и не на определенном хорониме, а в широком ареале, начиная от ефратских земель, кончая до Кавказа. Как мы отмечали, блуждая от Балка, они остановились на территории Малой Азии и причалили к ефратским землям. В 189 году парфианские аршакиды образовали аршакидскую армию. Об этом писали и античные авторы, как, например, Плутарх. Он указывал, что когда Антони направлялся к Парфии, он перешел через Аравию и Армению. А если посмотреть на карту, то эта Армения никак не могла относиться ни к Кавказу, а также ни к юго-западному Кавказу, и даже ни к восточной Анатолии. Как армянство и определенные армяноведы, как, например, Капанцян утверждают всячески, что именно восточная Анатолия – это домен армянства, хайков, и что именно на этой территории, на этом хорониме они образовали свой этнос. А античные авторы, изучая именно исторические события, всячески, не всячески, а действительно, констатируя реалии, подтверждают, что именно государство аршакидское, оно было образовано на территориях ефрацких берегов, и также этногенез армянского этноса, также он был консолидирован именно вот в этих территориях. У вас огромная информация, я чувствую, но вот интересно было бы, я думаю, зрителям, вот если армяне в Малой Азии расселились на берегах Ефрата, это очень глубокие времена, почему вдруг Арарат возникает на территории Турции, и вот армяне очень часто, даже своим символом своей государственности, государство взяли Арарат, горы, которые находятся на территории Турции, другого государства. Вот когда Арарат стал Араратом? Известный советский исследователь и историк Новосельцев в своих исследованиях однозначно указывает, что эти Араратские горы изначально назывались Кордиенскими горами, которые примыкали к провинции Кордиена. А то, что на флаге армянского... Кордиена – это где-то около Ефрата. Да, да. Это современный Ирак. Да, это современный Ирак. А Араратские горы, которые обозначаются на гербе Армении, это Масис. Масис, он по своей этимологии, он никак не относится к армянскому лексикону и к армянской лингвистике, потому что это пехлевицкая дефиниция и в переводе обозначает «большой». Это выдумка армяноведов, чтобы, как бы вам сказать, захватить, завоевать территории, которые к ним не относились изначально. Потому что блуждание армян, их блуждание к востоку, их заставляет прихватизировать именно эти топонимы. А после, да, после уже развернувшейся исторические события, их направили к востоку, к восточному направлению. И там уже, конечно же, в последствии, уже в поздние времена, они, конечно же, решили восточную Анатолию тоже отнестись к своему дому. Вы мне скажите, вот все народы испытали влияние разных других народов, языки испытали влияние, культуры испытали влияние. Как армянские ученые вообще, они признают, что, например, на их язык оказали влияние, например, персидский язык? Или, например, вот на их культуру оказали влияние те народы, которые жили, или с кем они жили, или под властью чьих они находились? Вот что об этом вы можете сказать нашим зрителям? Дело в том, что долгие годы советской историографии, а до этого армяноведы пытались примкнуть в свою историю к урартийскому царству. Они всячески утверждали, что они наследники урартийского царства, урартийской государственности. Можно я скажу, урарту? Урарту, да. А в целом, конечно же, они претендовали на земли Малой Азии и восточной Анатолии. Но великий ученый, советский ученый, дьяконов, еще в 60-х годах XX века, исследуя этот вопрос, на фонетическом анализе армянского языка, он доказал, что армянский язык ни в коей мере не относится к хорритам, к истории урарту. Эти реалии подтверждали также другие армяноведы, армяне, как, например, Абигян. Об этом указывал в своих исследованиях также другой армяновед Григорий Капанцан. Он в своих трудах, как хаяса колыбель армян или же хедские боги у армян, он также указывал, что более 400 терминов, фритийских терминов, превалируют в армянском лексиконе. Как указывал Геродот, что еще в V веке до н.э. армяне осознавали, что они пришли с Запада, и язык их пришел на территорию Восточной Анатолии извне, и они ни в коей мере не относились к автохтонным населениям уральтийского государства, то есть хорритам. Все очень интересно, но самое основное блюдо сейчас. Когда началось массовое переселение армян на Южный Кавказ и на территории Азербайджана? Этот вопрос интересует всех. Что вы скажете по этому поводу? Отвечая на этот вопрос, следует упомянуть, что начиная с Средневековья армянство выступало с разными проектами по армянскому вопросу, суть которой заключалась в образовании армянской государственности, которую они потеряли в конце IV века. Исраэль Ори, эмиссар армянно-григорианской церкви... Хаджар Ханум, это, как я понимаю, XVIII век, начало XVIII века. Это значит, где-то связано с Петром I? Да. В 1701 году, осенью, он встретился с Петром I и представил свой проект по армянскому вопросу. И этот проект заинтересовал российского государя, потому что его кавказская политика, контуры этой политики совпадали с главными задачами армянского проекта Исраэля Ори. Надо ли сказать, что Петр, который собирался в вектор наступления России на Кавказ, в Азию, хотел где-то, имел в виду, что армяне будут решать, с помощью армян он будет решать какие-то задачи геополитики, геостратегии? В таком случае, потому что армянство не было таким сильным фактором ни на Кавказе, ни в другом регионе. Просто Российской империи, конечно же, нужен был электорат, социальная база, потому что Петр I отлично понимал, что этот хороним, эта страна, она населена мусульманскими народами. И, конечно же, установление российской власти неоднозначно было бы воспринято местными автохтонными народами, и поэтому Петру I, конечно же, нужны были христианские народы, христианские линии. А потом, кто из царей России 18 века, а может быть 19 века продолжал эту политику Петра? Или все они этой политикой? Петра I продолжала Екатерина II. В годы ее правления известный армянский меценат, помещик и армянский богач Иван Лазарев представил свой проект по армянской государственности. И, кстати, в этом проекте он подчеркивал, что армянская государственность должна базироваться на городе Ириване. То есть, опять-таки, этот проект однозначно доказывает, что уже во второй половине 18 века армянские проекты в основном целились на земли Азербайджана, на те земли, к которым армяне никакого отношения не имели. Можно ли говорить об армянском лобби в Российской империи в период 18-19 века? Уже в годы правления Екатерина II, когда эти новодвульфинские армяне стали переселяться в Россию и стали вклиниваться в Романовский дворец. И, кстати, именно Иван Лазарев построил в Санкт-Петербурге на Невском проспекте армяно-грегорианскую церковь в 80-х годах и 18 века. Направление кавказской политики, кстати, в годы правления Екатерина II, вельможи Романовской России, они, конечно же, советовались с Иваном Лазаревым, а также с Аргутинским Долгоруким, которые направили Романовскую Россию в создание города Нахачевана-на-Дону. Да, но сейчас, конечно, нас больше всего интересует Карабахи. Вот когда появились армяне? Вот мы слышали, видели, что есть памятник армянам, которые были переселены из Мараги в Карабах. Вот это речь идет о временах Грибоедова, 20-е годы 19 века. Что по этому поводу можете сказать? После Туркминчайского договора, итог Второй русско-иранской войны, началось массовое переселение армян на территории северных земель Азербайджана. Российские власти в массовом порядке стали переселять армян из Ирана на северные земли Азербайджана. За короткий промежуток времени 35 560 армян были переселены в бывшие ханства, азербайджанские ханства, Нахачеванское, Ириванское, Карабахские ханства. Об этих переселениях в свое время писали русские кавказоведы. Так, например, Григорьев в своей работе «Статистическое описание Нахачеванской провинции» указывает, что только 2557 армянских семей были размещены в Нахачеванском ханстве и Ордубадском округе. Прослеживая эти переселения, Григорьев указывает, из каких городов эти армяне были переселены на территории северных земель Азербайджана. Эти города были Урмия, Салмаз, Хой и другие. Но ни в коей мере эти армяне не были выходцами из Новой Джульфы и из Фагана, как отдельные армяноведы пытаются это доказать. Во второй половине XVIII века Новая Джульфа была опустошена, и там почти не было населения, проживающего в этом городе. Поэтому переселять армян из Новой Джульфы – это, конечно же, абсурд. То есть не отвечать никаким реалиям. Я надеюсь, что наш вывод о том, что вопросами переселения надо серьезно и глубоко заниматься с привлечением серьезных литературных источников. Наверное, эти источники должны быть разнообразны. Не только из Азербайджана, России, наверное, из мировых библиотек. И на всех произвело впечатление огромная литература. Я надеюсь, что эта передача будет продолжена.